Всем привет, с вами Гамбит. Мы возвращаемся в карьеру за Манчестер Юнайт. Ребят, это у нас заключительный выпуск первого сезона за Красных Дьяволов. Ну, на самом деле, сезон получился неоднозначный. Черная полоза менялась на белую и обратно. И таким макаром мы дошли до финала этого сезона в своем активе. Манчестер Юнайт имеет только один трофей. На данный момент это Кубок Английской Лиги. Ребят, давайте быстро календарюм. Напомню, ребят, что у нас два очень интересных, очень с большой буквы, наверное, интересных матча. Это Лонский Арсенал и Лонский Челси. По поводу, кстати, интересных матчей не знаю. А вот насчет вывески уверен на 100%. Может быть, матчи действительно будут тухлые. Ребят, я вот зашел, да, перед записью и смотрю, что у нас 170 миллионов. Мы не тратили, мы особо не тратили деньги. И, скорее всего, в следующее трансферное окно у нас будут большие финансы. И есть один очень любопытный момент. В трансферном списке, посмотрите, у нас есть Феликс. Я добавлял Мадуэки. Мадуэки. Ну, по-моему, ребят, по-моему, он перебрался в Реал Седат. Очень обидно. Биллингем, да, добавил этого парня. Очень хочу его приобрести. Следующее трансферное окно. Гомес. Жо Гомес. Да, ребята, Жо Гомес. Три центральных защитника. Представляете, Магуайр, Гомес и Варан. Мне кажется, очень шикарно. Даже если вдруг три защитника нам не особо будет заходить. Зато будет на замене шикарный защитник Магуайр. Ладно, посмотрим. Шутки в сторону. Ну и также я добавил Эрлинга Холланда. И что думаю? Я вот думаю, может быть, приобрести кого-нибудь, чтобы в следующее летнее трансферное окно у нас не было проблем. И, например, один из этих футболистов сразу к нам пришел. Почему бы и нет? Кстати, Камана тоже добавил. Потому что у нас с Лангами небольшие проблемы. Но не переходит в Реал Соседат. Поэтому, может быть, Камана. Может быть. Не знаю. Сейчас посмотрим у нас, что по трансферам. У нас очень много, кстати, трансферного бюджета. Быстренько сейчас мы его, наверное... Зарплатный бюджет превращается. Зарплатный бюджет превращается. Трансферный бюджет в 200 миллионов. Поэтому, ребята, я все-таки предлагаю приобрести Эрлинга Холлана. По крайней мере, попытаться приобрести Норвежца. Это Криштиан Роналдо шикарен, потрясающий, великолепен, блестящий. И все в этом духе, все в этом роде. Он красавец, одним словом. Но он не вечен. Ему уже 37. А этот парень 21-летний. Просто, я не знаю, машина по забиванию мячей. Метр 94-94. Ну, что вам рассказывать? Вы сами знаете, что он прекрасен. Поэтому давайте покупать. Потому что, на самом деле, если мне память не изменяет, у него заканчивается контракт. И есть возможность, что он его может переподписать. И потом начнутся проблемы. 174 миллиона минимум. Полетели. Так, начнем мы... Ну, давайте начнем. 185. Шикарно. Просто шикарно. Может быть, даже мы, ребят, попали в точку. Может быть, даже можно было и меньше. Но рисковать я не хотел. Поэтому 185 миллионов. На самом деле, этот парень стоит этих денег. Это факт. 115 тысяч он получает. На данный момент в Баруси. Но, помните, да, один парень уже перешел с Дорстманской Баруси. Джейдан Санчо у нас в карьере играет феноменально. А вот в реальной жизни я все-таки думаю, что, друзья, по поводу Санчо в реальной жизни тут все зависит еще от тренера. Ладно. Давайте все-таки к нашему симулятору. О, он 115 получал. Ну, я думаю, 200 ему поставить. И снова МЮ перехватывает у топовых европейских клубов. Болис из Дортмундской Баруси. Роль в составе. Но тут вопросов никаких. Только ключевой. На 5 лет. Шикарно. Ну и по зарплате. По зарплате мы... 200 тысяч. И подписной бонус. Ладно. Эрлинг Холланд переходит в нашу команду. У нас на очереди английская премьер-лига. Матч с Брайтоном. Команда с 12 строчки. Получается, у Ливерпуля осталось 3 матча. То есть, максимум они могут набрать 89 очков. Переходим на матчи с Брайтоном. Стартовый состав на ваших экранах. Деклон Райс. Мак Томины. В боевой готовность. И готовы разбивать всех. И разрывать. У них дембеля. Я не знаю, какой дембеля у них там играет в основе. Мак Алистер. У них, кстати, очень интересный. Цапник. Аргентинского. Происхождение. Английская премьер-лига. Брайтон принимает Манчестер Юнайтед. И матч начинается. Манчестер Юнайтед. Еще 4 игры в запасе. У Ливерпуля 3. И борьба за чемпионство. Я бы не сказал, что будет ожесточено. Все-таки Манчестеру, я думаю, нужно сыграть в свой футбол. Джейдан Санчо. Решвард. Санчо. В дальний. И 1-0. И 1-0. Вот здесь я на самом деле даже приятно удивлен. Бывает такое, что защитники, наши соперники в защите играют невероятно. Просто как цепные псы какие-то. А бывает, что вот проходят такие вот передачи. И Маркус Решвард отдает на Джейдана Санчо. Джейдан Санчо, я считаю, что заслуживает. Может быть, не лучшего игрока месяца в английской премьер-лиге. Но лучшего игрока месяца в команде Манчестер Юнайтед. Велтман. На правой фланге Брайтон. Сразу же по флангу, конечно. А как еще? Ох, какая хорошая передача. И... Она прошла. Она прошла. И нас прощает Боасума. Удар был, ребят. Ой, какая передача ужасная. Но Деклан Рай все-таки зацепился за мяч. Роналду. Мак Томиной. Ужасная передача. Да, кстати, ребят. Что есть, то есть. По поводу центральных полузащитников. Нужно было выбирать. Либо они хорошо отбирают мяч и борются до последнего. Либо... Ой, какая хорошая передача. А вот здесь, конечно, я. Так вот, либо они борются до последнего, либо они раздают передачу. Но вот Скотт Мак Томиной сейчас отобрал мяч. Я дал потрясающую передачу. Ребят, это... Я не знаю. 2-0. Так вот. В прошлом выпуске я понял, что Мак Томиной тоже прекрасен в этом компоненте. И под большим вопросом у нас в следующем сезоне нахождение в нашей команде Поля Патба. Антони Марсиале. Ну... Пока все. Я уже не говорю про Лингарда, который не захотел с нами продлевать контракт. Про Эдисона Кавани, который тоже не захотел это делать. Не знаю, с чем это связано. Вроде бы он карьеру не завершает. Пусть поиграет в Мадридском Реале. Тем более, я думаю, это будет в принципе даже реалистично, если Поля Патба перейдет в какой-нибудь другой топовый европейский клуб. Ой, здорово на Роналду. Мяч в сетке, пенальти 3-0 и... Это что-то невероятно. Это что-то... Я не знаю, почему вообще Роналду перестал праздновать. Может быть, он какие-то теплые чувства имеет к футбольному клубу Брайтон. Там пенальти был. 3-0. Пока я тут болтаю, МЮ тем временем три банки заколачит. В 20-й минуте. И что заметил? Наша команда, Манчестер Юнайтед. А наш соперник только в конце матча начинает приходить в себя. Вот это было здорово. Это было шикарно. Здесь я могу только похлопать. 23 минуты сыграно. 1-3. И Манчестер Юнайтед пропускает. По сути, вторая, наверное, атака такая значимая для Брайтона. И взятие ворот. Интересный там персонаж на трибунах Брайтона. Дедуля с телом молодого парня. Друзья, ну что? У нас матч с Арсеналом. И я думаю, в этом матче очень многое может решиться. Тем временем Криштиан Роналду получает травму, уши плеча и пропускает пять дней. В таком-то матче не участвует Роналду. Что, ребят, получается? У Ливерпуля два матча. У нас три. Пять очков между этими командами. Если мы обыгрываем Арсенал, то все. Манчестер Юнайтед становится чемпионом. Эмирет Стэддиум забит под завязку. Арсенал Манчестер Юнайтед. Арсенал финалист. Кубка Англии. Я думаю, с большой долей вероятности он этот кубок выиграет. Но буду топить за Ипсвич. Джесси Лингард вышел в основе, так как Криштиан Роналду получил повреждение. И великолепен отбор. Сразу же на Маркуса Решварда. Маркус Решвард. Мне кажется, как-то сам за игрока забежал Маркус Решвард. Лингард. Попадает в игрока Джесси. Деклан Райс. Немного сумбура. МакТоминей. Решвард. И, ребят, ну тут как бы давайте еще одну желтую. А может быть даже красную. Как насчет этого? Сейчас посмотрим. Обалдеть, судья молчит. Хорошо, продолжаем. Ну, как-то нервничает немного лондонский арсенал. К мячу подходит Маркус Решвард. Ох, какой удар. И люк шоу. Сохранил. Сохранил мяч и люк шоу. Деклан Райс. Сразу же передача на Решварда. Потрясающая атака. Маркус Решвард таки и должен забивать. И он не забивает. Ну, какая же великолепная размашистая атака. Еще и Мейсон Гринвуд. Такую конфетку выдал этот парень. А Решвард пробил в меня. Мейсон Гринвуд. С левой, со своей рабочей. Развернулся Маркус Решвард. Передача на МакТоминое. Санчо. Решвард сразу в одно касание. Неплохо. Неплохо было сыграно. Без комментариев, друзья. Мартин Эдегор забивает. Два раза я выбивал мяч. Я ни в коем случае не хотел выходить через пас. Но благо, что тогда у нас остался мяч. И норвежец забивает. Это Мартин Эдегор. 1-0. И что хочу сказать. Да, это какой-то кобздец, если честно. По такой-то игре. Райс. Хорошая передача. Решвард. Ну. Было неплохо. И к Решварду никаких претензий на самом деле нет. Атака вторым темпом Арсенала. Обамиянг. Подача на ближнюю. МакТоминое. Отскочили. Сака. Вот здесь нас, конечно, Давид Эхея выручает. Потому что мы уже всей командой полетели вперед. Да. Чемпионство пока откладывается. Подача штрафную. Антони Марсиаль. Антони Марсиаль. Вышел в кои-то веки. Я не отдал даже передачу. Ладно. 0-1-0. Мы уступаем. Следующий матч с Челси. Друзья. Мы становимся чемпионами. Да. В таком, конечно, непростом матче. Оформляем дубль. В этом сезоне. Став победителями английской премьер-лиги. И кубка английской лиги. Жаль, что уступили Арсенал. Но действительно, как будто заколдованные были ворота пушкарей. Лидер по голевым передачам Джейдан Санчо. 18 голевых пасов уже отдал. На голевых передачи и 13 забитых мячи. Потрясающий результат для этого парня. У нас матч с лондонским Челси. Челси располагается на 4-м месте. Мы этот матч просимулируем. Потому что у нас еще концовка сезона. Там нужно будет подводить итоги. Смотреть статистику и все тому подобное. Тимо Вернер, Лукако, Зьеш, Хаверс, Чилл, Кристоссен, Джеймс. Рассонка 5-2-3. У нас возвращается Криштиан Роналду. Давайте начнем симуляцию. А там уже ворвемся в этот, я надеюсь, потрясающий матч. 88 минут уже позади этого матча. Тем временем матча Сири Юната уступает Челси 0-1. У нас угловой. Подача штрафную. Кто первый на мяче? Ух ты. Тимо Вернер, красавец. И пошла контратака. Тимо Вернер, забирая скорость немец. Вернер. К нему уже Люкшоу. Алонсо. Деклан Райс, Хаким Зьеш. Кстати, единственный, кто забил в этом матче. Хаким Зьеш и... Давид Дехея. Опять мы уступаем. Все, друзья. Матча Сири Юнатед чемпион. Ужасно. Ужасно. Печально. Прискорбно, что мы проиграли два матча. И два матча вообще не забивали. И еще с такими соперниками. Но вот так вот получается. Победителя не судят. Самое главное, что мы по-прежнему на первом месте. Красный Дьявол и Чемпионы. Не знаю, как бы матч сложился с Чиллс, если бы мы сами играли. Но... Что есть, то есть. Да, действительно, матч с Арсеналом был очень хорош. Мы действительно смотрелись здорово. У нас были хорошие стандарты. Мы должны были забивать ни один, ни два. У Арсенала было пару моментов. Ладно, это уже прошлое. Это уже история, так сказать. А черный кубок, ребят, так и не пофиксили. Мда. Это печально. Блин, даже не хочется мне... Что это такое? Мда. Не знаю. Что это? Черный кубок. Помню, в прошлом FIFA тоже был черный кубок. Это прям... Прям грустно. Уголь какой-то над головой поднимает Магуайра. Я помню, он был сначала такой ужасный. Потом его вроде бы пофиксили. И... Опять. Ладно. Ладно. Давайте завершать этот ужас. Статистика на ваших экранах. 6 ударов. 10 у Челси. У нас завершающий матч в этом выпуске. Мы просимулируем матч с Crystal Palace. Давайте быстрый расчет. И уже подводим итоги. 1-2. Магуайр и Телис отличились. Давайте к турниру на таблице. Манчестер Юнета чемпион, повторюсь. 5 поражений. 2 из которых, ну... Буквально вот в этом выпуске. У нас 29 побед. 4 ничейных результата. 5 поражений. 93 забили. 35 пропустили. Оборона, кстати, достаточно неплохо насправлялась. 91 очко. В 3 очках расположился Ливерпуль. У них тоже 5 поражений. Но на одну ничью больше. Какой в 3? Даже не в 3, в 2. Борьба была за чемпионство. Интересно до определенного момента. Челси. Выходит Лигу чемпионов. Лондонский арсенал Лигы Европы. Тоттенхэм. Дальше Эвертон. Кстати, турнир таблица достаточно такая приятная. Лидс, Уотфорд и Брэндфорд. Вылетают. Давайте взглянем на списки бомбардиров. Ну здесь Криштиану Роналду просто уструячивал от своих преследователей. 28 мячей у Салаха в 38 играх. Тоже потрясающий результат. Дальше Лукахо. Решворд, 21 мяч. Стерлинг, 18 и так далее. Роналду, 32 мяча. Шикарный результат. В 36-37 лет. Больше всех голевых передач дал Джейдан Санчо. 18. Решворд тоже провел феноменальный сезон. 21 мяч, 15 голевых передач. Роналду, 9. Лига конференции. Лучший бомбардир Песоу дали из Гента. 10 мячей. Лига Европы. Белораби, 8. Малова. А хотя 8. 8 за 6 матчей. Обалдеть. Это шикарный результат. Лига чемпионов. Роналду, 9. Пулишич, 9. Холланд, 8. Лига чемпионов мы еще вернемся. Решворд и Тута дал 7 голевых передач. Ребята, ну что, давайте подведем итоги. Подведем итоги. Посмотрим, кто сколько забил. Кто сколько дал. Это же всегда интересно. У Роналду, минус 2. Все. 37 лет. Роналду потихоньку начинает... 37 начинает стареть. Но он наколотил 45 мячей. Матью, 45 мячей в 37 лет. И 10 голевых передач. В Лиге чемпионов 9. В английской премьер-лиге 32. В Кубке английской лиги 3. Плюс еще один в Кубке Англии. Маркус Решворд. Бруно Фернандеш. Да, весь сезон пропустил этот парень. Но что поделать. Всего 22 матчей. Сыграл Бруно. 8 голов в 10 голевых передач. Марсиаль. Поль Пагба. Это вообще грусть. Печаль. Лично для меня. Магуайр. Два мяча забил. Лига конференции. И сенсации, на мой взгляд, друзья. Потому что Рома уступает в финале Пауку. Мачестер Сити в Лиге Европы в финале с минимальным счетом обыграл Марсель. Французский Марсель. Тоттенхэм уступил в полуфинале Роме. Вот такие вот дела. А Бавария в полуфинале уступила в Мачестер Сити. Лига чемпионов. Вот это поворот. Вот это, да. Лига чемпиона. Дортмундская Боруссия. Обладатель этого трофея. Обладатель ушастого. Обыграв в финале Торинский Ювентус 0-1. Ювентус еле-еле прошел Реал. А Дортмундская Боруссия уверенно проходит Интер. Вот это нежданчик. Я прям удивлен. Да что там говорить. Я просто охренел. Ребят, ну что. На такой позитивной ноте, я считаю, давайте завершать первый сезон. Надеюсь, что следующий сезон будет еще лучше. Потому что, ну, нам действительно есть куда стремиться. К нам уже в следующем сезоне придет обладатель Лиги Чемпионов. Эрлинг Холланд. И я надеюсь, он принесет все-таки удачу. Удачу. Я так понял, что Лига Чемпионов, что Лига Конференции и один и тот же кубок, да? Да, яшники. Вы, конечно, без ножа режете. Ладно, давайте завязывать. Всем огромное, ребят, спасибо за поддержку. Всем спасибо за просмотр, за лайк, за комментарии. Всем удачи. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok